все подробно что с ним происходит это нехватка солнца уже откуда взялось разочарование человек разочаровался лечиться солнцем надо выходить на солнце и учиться радоваться и она тебе даст то есть это как описывается в ведах когда человек запалел вирусным гепатитом то он теряет вкус сладкого ему сладкое становится горьким и есть солодка такое корень он лечит гепатит печени восстанавливает она сладкая на вкус когда человек начинает солодку пить сначала она горькая потом пьет 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 и она становится сладкой когда она стала сладкой значит вылечил гепатит точно также на солнце И человек на солнце стоит И он лечит печаль Потому что солнце это радость Энергия радости Оно само вылечивает печаль На солнце можно просто лечиться от печали Мы сейчас с вами говорим О психическом теле человека Основа психического тела Манус называется И оно питается тремя энергиями Солнце, энергия солнца, энергия воды Энергия воздуха И чтобы всасывать этой энергией Чем старше человек Тем меньше эта энергия поступает В организм самотеком Особенно после плохих периодов жизни Когда произошли какие-то события тяжелые Ты не рад этому миру Как Цой поет Человек не рад этому миру становится Ему тяжело жить на этой земле И для этого существуют методы всасывания Энергии солнечной И чтобы солнце всасывать Нужен пост Когда человек ничего не ест То организм сначала хочет кушать И страдает А потом раз в какой-то момент И человек теряет ощущение Что ему хочется кушать Если кто постился долго, знает Значит появляется легкость такая внутри И радость Это значит, что организм переключился На солнечное питание Начал питаться солнцем То есть всасывать солнце начал У нас у всех сломан переключатель Мы не всасываем энергию природы Так, как надо ее всасывать Мы ее боимся Допустим, есть энергия воды Самая сильная энергия воды Это энергия воды Ноль градусов Я вот на своем теле экспериментировал Я смотрел У меня тело боялось воды Я постепенно приучал Приучал И сейчас Я захожу там Один градус В Беларуси В Беларуси там В этой Спаверном Ноль два градуса Было Вода Беларусы Вот я зашел И вообще ничего не дернулось Просто как Прохладненько Водичка Ноль два градуса Это уже холоднее не бывает Опасно для здоровья Холоднее И я простоял там Четыре с половиной минуты Отлично Прекрасное Ощущение Вот То есть Организм научился Всасывать энергию воды А эта энергия воды Это спокойствие Глубина восприятия мира Вот это все Эта энергия воды Также с солнцем Тоже в Исраиль приезжаю Там На солнце стою Сначала Немножко Потом больше Потом два с половиной часа Это Ну примерно Двадцать пять минут Тоже там Такое же солнце Примерно как у вас Один слой прощается И Ну Час двадцать пять Пять слоев Все прощаются Вернее Два часа Двадцать пять минут Ну то есть Я там Час пятьдесят бегаю Потом в воде стою И пока Когда заканчиваю Уже все пять слоев Солнца прощаются Но Если бы я не тренировался То был бы солнечный удар Что такое солнечный удар Солнце Когда Ты с солнцем Соприкасаешься Начинает Поочищать тело От токсинов То есть Противоположная Солнечная энергия В организме Это токсины Если на умственном плане На психическом токсине Это Плохое настроение А на физическом токсине Вот вам Мужчина Как вас зовут? Да Марк Марк Марк? Вот вам Марк на физическом плане Что такое токсины Скажет Он мне Постоянно Подсказывает Вот Ну то есть Есть психическая токсина А есть физические И когда человек На солнце стоит До блока До психического Доходит Солнце И когда блок Приходит То Резко Выделяются Токсины В кровь В организм Психику И Человек может Потерять сознание А когда Токсины Прочищаются Полностью Ты можешь Находиться Долго На солнце Ничего с тобой Не будет А почему Рак кожи Возникает Это как раз Вот человек До токсинов Доходит Ему плохо Становится И он уходит Солнце И вот это Самое ужасное Что может быть То же самое В воде Ты в воду Заходишь Замерз Вышел Ты до блока Доходишь А блок Там После него В нем Хронические болезни Находятся Ты до блока Дошел Возбудил Систему Потом вышел Организм Хочет водой Лечиться А не может И начинается Это возбуждение Как конденсатор Работает Заряд Как бы Произошел А разрядки Не произошло Поэтому все люди Которые со мной Заходят В ледяную воду 15 человек Зашло В Лос-Анджелесе Людей Которые Никогда В жизни Этого Не делали В 7 градусов Они никогда В жизни Никто Не заходил Они сначала Чуть-чуть Повизжали Там Буквально Две минуты А потом Организм Привыкает Вот Молодой человек Свидетель И в процесс И все Вышли Оттуда До этого Одной женщине Голова Болела Она Прошла После того Как А у другой Был цистит И у ней Цистит Прошел У обоих Были боли Я говорю Вперед Ничего не бояться У всех Все вылечилось Почему Вылечилось Потому что Мы пробили блоки Начала нормально Работать энергия На психическом уровне Сначала вылечивание Происходит А потом На физическом У вас есть Опусание Этого процесса Да Есть методичка Она Можно ее скачать И получить Полную инструкцию Как омолаживать Организм Последователь Не то что Раду Бледяную воду Надо заходить Там Начинается С 28 градусов Все аккуратненько Как бы Описано Вот Можно все изучать Но У нас Я это Профсов Вкратце Вам рассказываю Чтобы вас Заинтересовать С парализованными ногами Не может ходить Не может ходить Но Есть Ходьба Руками Допустим Если человек Двигается руками Вот так Он может За определенное время Прочистить Все пять Психических слоев А нервная система Находится на пятом слое Когда человек Прочищает пятый слой Начинает Активизироваться Движение энергии По нервной системе И она начинает Прорастать И Так Вот на этом эффекте Основана возможность Встать на ноги Если ты парализован Но надо Чтобы что-то двигалось Если ничего не двигается Тогда все Движение Это жизнь У меня один знакомый был У него была одна рука Только двигалась С всего тела Я ему говорю Двигай Вот определенное количество Эспандера Вот так жми Иначе помрешь Он начал этим заниматься Дошел до половины Этого пути Потом говорит Я не хочу Я не хочу Мне очень тяжело Я хочу расслабиться Значит Хочется умереть Ну хорошо Захотел умереть Умер Вы отдельные Свои сознания Выбираете Которые Чистите? Я вижу Как все это происходит Или это автоматически Слой за слоем Прочитает? Автоматически Да Сначала Первый слой Чистится Снаружи Потом второй Вот у вас Статическое напряжение Это энергия В нехватке энергии воды Поражен Третий слой Там находятся мысли Это идет У вас Три из три аспекта жизни Есть Личная жизнь Есть работа Есть здоровье У вас поражение идет В личную жизнь И в работу Ой В здоровье То есть В здоровье Это Третий слой Это сосуды То есть У вас страдают сосуды В организме И идет В личную жизнь Означает чувствительность В отношениях Очень ранимость Сильная В отношениях Это третий слой Мысленная ранимость В мысли И также Второй блок Как бы На третьем слое Это токсины Или негативный тонус То есть Тоже негативное мышление Вот эта склонность К этому Есть тоже в мысли На третьем слое Там блок Два блока Статическое напряжение И негативный тонус На одном уровне Дает Склонность К атеросклерозу Кипертонической болезни Накопление В суставах Ненужных веществ То есть Это ваша предрасположенность В жизни И Это может ощущаться В виде тяжести В голове Давление На глаза На затылок Это уже Начало повышения Внутричерепного давления Потом повышается И в теле Вот И есть определенные практики Которые могут убрать Эти все блоки И предрасположенность Тоже уберут Это описано Вашей методичкой Конечно И все Ну На бесплатной Практически скачивание То есть Вы заходите на сайт Тракционов.ру Заходите в раздел Материалы Там Методичка Позош Платите Один бакс Там За пожертвование И скачиваете А вы принимаете Карточки Да Там есть Страйп У нас Система Оплаты А вы наличные Простать Можно Давайте Олег Судар Нет Мои Кажется Давайте Олег Продолжаем Все узнаете Все узнаете Все разработано Полностью Я просто хочу Прийти к теме лекции Мы сейчас Говорим с вами Об остове Психическом Человека Это Этот Остов Если он Неправильно Функционирует Нездоровый То тогда Человек Очень сильно Страдает Жизнь Есть Три слоя Существования Человека Есть Это все Основано На психическом Теле На разных Наших Состояниях Есть Группое тело Оно Питается Психической Энергией Которая Идет Через Природу И вот Эти блоки Которые Психические Они В основном Приводят К Заболеваниям Хроническим Человека И к Нарушениям Определенных Психологических Функций Раздражительность Ранимость Обидчивость Это не то Что человек Неправильно Себя ведет В жизни Это все Голод Это нехватка Психической Энергии Ранимость Это Голод Энергии Воды Допустим Слабая воля Это Голод Энергии Воздуха И Плохое Настроение Это Голод Энергии Солнца Люди Неправильно Воспринимают Это Например Если Допустим Человека Ударился Божкой Об стенку И Он Забыл Что надо Кушать И он Допустим Искудал Пришел К психологу И тот Говорит У меня Руки Трясутся Слабость И он Говорит Это Неправильное Настроение Нужно Настроиться На то Что руки Не трясутся У вас Нет Слабости Вы чувствуете себя очень Хорошо Он Говорит И Человек Настраивается Таким Образом И он Уходит Из психолога Говорит Спасибо Мне Очень Помогло У меня Действительно Меньше Слабости Стало Руки Не трясутся И он Потом Более Менее Нормально Сочувствует Которое Время Потом Психолог Приходит Я говорю Наверное Плохой Ученик Потому что Мне опять Хуже Стало У меня Опять Трясутся Руки Что-то У меня Опять Какие-то Проблемы Психолог Говорит Ну Надо Себя Заставлять Как Это Анекдот Про Новый Русский Встретил Друга Говорит Ты Чего Такой Худой Он Говорит Да Я Не Доедаю Говорит Так Надо Себя Заставлять Итак Что Психолог Должен Сказать Своим Пациенту Просто Надо Пожрать Понимаете И тогда Пройдет Слабость И все Вот Та же Самая Картина Вот Почему Я В этот Пример Привел Та же Самая Картина Сейчас В нашей Жизни Раздражительность Обидчивость Слабая Воля Плохое Настроение Это не Психологические Проблемы Это Нехватка Пищи Которая Берется Из Природы Понимаете Если Человек Начинает Вот это Все Получать Из Природы С помощью Аскез Потому что Аскезы Всасывают Эти Энерги Внутри Пост Всасывает Энергию Солнца Неподвижное Положение Тела Всасывает Энергию Воды А длительное Движение Всасывает Энергию Воздух Если Человек Начинает Эти Аскезы Практиковать Очень Скоро Меняется Качество Жизни Он Становится Жизнерадостным Смелым И Терпеливым Спокойным Смелость Нужна Женщине Или Нет Посчитать Нет Допустим Горячий Взгляд Такой Раз Это Смелость Или нет Смелость Но По-женски Давайте Послушаем Песню Про Женскую Смелость Она Всем Очень Нравится Она Нужна Это Длительное Движение Дает Женскую Смелость Энергия Смелости Воздуха Вышла Летящая Походка Вышла Из мая И скрылась С глазами Я Вспоминаю Женская Энергия Смелость Все У женщины Все Красоту Прирожает Смелость Как энергия Ветра У женщины Как превращается Она Уже энергия Ветра Как она Выбит У них Взгляд Такой Смелый Красивый Стройная Она Стройная Становится Эта энергия Ветра Делает Девушку Стройной Знаете Такую Молитву Господи Дай мне Пожалуйста Тонкую Талию И толстый Кошелек Только смотрю Не перепутай Женщик хорошо Отписал Есть женщина Есть женщина Ну да Ой Извините Некрасов Некрасов Да Коняна Скаку Остану Глядь Красота Три энергии Все Они дают красоту Вот допустим Энергия воды У женщины Как выражается У нее такая Гладкая Белая кожа Большие глаза Красивые Такие Это энергия воды Энергия воздуха Стройная Она становится Стройной Такой Летящей походкой Такой Энергичной И энергия солнца Это Румянится Горячий взгляд Ну то есть Это все В красоту У женщины идет Эти энергии Нужны всем Мужчинам И женщинам Все превращаются В здоровье Здоровье нужно всем У мужчин радость Энергия солнца Радость Энергия ветра Мышцы Такая сила Боля Сила Боля Такая У мужчин Женка Лови секиру Да не гакай ты Кажи Помало Чини Понятно Воля Сила Это я на украинском На дно украинском Вот Откуда украинский Знаешь Я Я на украине Лекции читаю Постоянно Они мне Анекдоты Украинские Русские Вот Я до войны Читал У меня там По пятьсот человек На лекции Больше Больше До России Даже Украинцы Очень склонны К знанию Духовному И обычной Нации Сейчас Меня встретили Одни украинцы То есть На машине Привез украинцу Баню Привел украинцу Вот Понакормили украинца Если бы не украинцы Я бы сюда Не смог приехать Они все Организовали Здесь Девушка Вы американка Американка А шо? Ладно Шутки Закончили Дальше Поехали Итак Мы говорим О психическом теле С вами Да Но оказывается У психического тела Есть еще Надстройки Определенные Которые очень нам Просто катастрофически Нужны в нашей жизни Первая настройка Называется Разум Видите Даже слова есть В русском языке Разум Это не ум Ум Он думает Там эмоции Желания находятся Там судьба В уме находится А разум Это сила Которая Контролирует Эмоции Контролирует Желания Контролирует Мысли И побеждает Судьбу В разуме Находится Знание Находится Воля Человека Решимость Энтузиазм Цель жизни Искренность Решимость Все это Функции разума Также Функцией разума Являются Забвение И сон Вот например Человек засыпает У него теряется Воля Он ничего с собой Уже не может делать Как это Грузин Рыбу продает Живая рыба Живая рыба Ну как бы Мужик подходит Говорит Ну а как она живая Она у вас Не шевелится Он говорит Рыба спит Вот А мужик берет Нюхает Говорит Так она у вас Воняет уже Он говорит А ты когда спишь Себя контролируешь То есть Когда человек спит Разум выключен Он себя не контролирует Понимаете А ум Работает Всю ночь Уме Есть мысли Желания Ночью тоже Но Заставить себя Встать с постели Очень сложно Потому что для этого Надо включить разум Это происходит Через звук Вот если человек Может сказать Что-то утром Вот как утром Вставать Быстрее Надо произнести Лучше молитву Вслух Хотя бы Несколько раз Там Аллилуйя Аллилуйя Десять раз Произносит И встает с постели Легко Потому что он Включает разум Разум поднимает Человека с постели А ум не может поднять Потому что разуме Находится воля Понятно И у разума Есть три представительства Вот психическое тело Есть Я дописываю Три представительства В соответствии С тремя энергиями Видите Везде энергия Любви Энергия Воли И энергия Знания Откуда вот это Бог любит троицу Почему везде Три Три Откуда это все Потому что у души Есть сознание Душа Это Это духовная энергия Мы души Атомы такие Частички Бога Веды говорят Размерами с атом Душа Маленькие размеры Она маленькая Светящаяся точка Находится Могу точно показать Где Если хотите Родить Давайте Вставайте Разворачивайтесь Не на спине Она находится Все Вот здесь Вот находится У него конкретно Да У него конкретно У вас тоже Примерно там Ну то есть Не точно Не внизу Тело Не где-то А вот прям здесь Конкретно Да Давайте У вас покажу Почему только у нее Всем покажу Ну сейчас я покажу У нее Вот у нее Вот здесь Вау Высоко Как да Я думала Не я думала В сердце Но говорят же В сердце Я замечу Вот здесь Душа находится Вот здесь Душа находится Вот смотрите Я сейчас могу Доказать это Хотите Докажу Где Для вас Более важно Когда я нажимаю Вот здесь Вот нажимаю Важно вам Нет Вот здесь Вот здесь Вот здесь Как-то да Чувствительно Все Надо же Нет Это Зона души Спасибо большое Надо же Как Вот За ней За душой Находится Бог Сразу И вот там Совесть За душой Вот здесь Находит Вот есть Взгляд Внутри Есть взгляд Когда мы Привлекаемся Этим миром И забываем Про Бога Когда мы Смотрим внутрь Мы Его вспоминаем Потому что Он там Находится За душой Ну Или Параматмы Любовь в сердце Или совесть Все это Одно и то же Да Там Это Есть 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 Трансформаторная Система В организме Преобразование Энергии У нас По центру Вот Психической Структуры Если говорить Об энергетическом Составе Стране Человека Течет Основная Энергия Это энергия Вечности Она называется Прана Она идет В дольцу Шумной Шумной А две Остальные Основные Энергии Идут По бокам С левой Стороны Идет Энергия Энергия Любви Или Энергия Воды Вот это Вот Она называется Ида Нади Это Женская Энергия А есть Энергия Мужская Пингала Нади Огня Да Энергия Огня Справа Воды Слева А ветра Посередине А это Все Сверху Вниз Идет Вот И Там Вверх И вниз Зависит От сознания Человека Есть Вот Зашла В нас Энергия Вот Эта Сверху Она Зашла Это Называется Прана И Потом Дальше Она В организме Действует В четырех Направлениях По Четырем Координатам То есть Она Действует Вверх Когда Человек Повышается Настроение Начинает Думать Работоспособность Концентрация Внимания Эта энергия Вверх Которая Прана Идет Называется Удана Прана Когда Энергия Вниз Идет Человек Расслабляется Становится Расслабленным У беременных Женщин Сильная Энергия Вниз Идет Чтобы Ребенка Содержать Развивать Когда Энергия Внутрь Идет Это Вниз Энергия Называется Апана Когда Люди Расслабляются Отдыхают Энергия Апана Есть Такой Город Анапа В России А если Наоборот Прочитать Апана Получается То есть Это Для Расслабления Для Энергии Вниз Вот Энергия Внутрь Когда Идет Для Того Чтобы Переварить Пищу Это Называется Самана Энергия Она Идет Внутрь И Чтобы Переварить Пищу А Когда Нам Надо Защищаться От Солнца Закаливаться Допустим Взаимодействовать С этим Миром То Эта Энергия Называется Вьяна То Есть Наружу Внутрь Четыре вида Прана И основная Прана Это Которая Заходит В нас Снаружи Энергия Ветра Или Прана Она Заходит В сушумную Центральный Психический Канал По бокам Еще два Основных С одной Стороны Энергия Воды Течет А с другой Энергия Солнца Почему Всегда Три И вот Когда Эти энергии Препоразуются Все дальше Дальше От психической Они превращаются В физическую Эти преобразования Идут через Чакры Причем Каждая Чакра Она Связана С разными Слоями Вселенной Это Разные Препоразователи То есть Более Высокие Матери Есть Более Низкие Сахасра Чакра Самая Верхняя Она Преобразует Духовную Энергию Мухья Прану Преобращает В обычную Прану Нашу Жизненную Дальше Аджна Чакра Она Связана С высшими Мирами Уже С высшими Планетами Когда душа Выходит Через Аджна Чакру Она Идет На Самый Верх Материального Мира Потом Есть Вишутха Чакра Она Связана Уже С низшими Райскими Планетами Средними Райскими Планетами Есть Анахата Чакра Она Связана Со С С С Райскими Планетами Манипура Чакра Связана С землей Подсолнечное Сплетение А ниже Сватхистана Чакра Связана Уже С верхними Адскими Планетами И Муладхара Чакра Самая низшая Связана С адом Уже Самым низшим Адом В этой Самой низшей Чакре Находится Гнев Жадность И Вожделение Когда Человек Развивает Себя Одно Из трех Недостатков Он Идет Самый Низший Ад Мы Нет У нас Средний Планет А Чуть Ниже Средний У нас Средний Чуть Больше Чем Счастье На Земле Чуть 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 Ниже Середины Ну Не Адский Это Средний Планет Адский Это Похуже У меня Один Родственник Когда Он Плохо Жил Очень Когда Ушел Из жизни Я За Него Молился Сильно И Его Тащили Вниз Ну Определенные Как Определенные Товарищи Вы говорите О королевских Чакрах Есть еще Дополнительные Дополнительные Да Но нет смысла Об этом Говорить Вот Это Я просто Вам сказал Что чакры Они Преобразуют Энергией А есть Еще Более Тонкая Тонкие Структуры Которые Находятся В лобной Части В сердечной И В паховой Эти Более Тонкие Структуры Они Ничего Общего С психическим Телом Манусом Не имеют Это Более Тонкая Энергия И Они Это Называются Три Центра Разума И Они Отвечают Не за Преобразование Психической Энергии А вот За Те Функции Которые Я Вам Рассказывал Вот Эта Чакра Называет Этот Центр Разума Отвечает За Знание Вот Этот За Любовь И Этот За Вечность Который В паху Находится Понятно А И Родственников Тянули Вниз Эти Ребята Демоны Ну Это Как бы Они Просто Мы Говорим Черки А На самом Деле Они Нормальные Люди Просто Они Служители Ада У них Работает Такая Тяжелая Они Служители Ада Вот Этот Правитель Ада Он Сын Сурии Сурия Это Это Не Солнце Сурия Это Личность Которая Снабжает Энергией Все Звезды Мироздания В том числе И Солнце Тоже Наше Потому что Звезд Много И Есть Центральное Солнце Оно Находится На тонком Плане Его не Видно Так же Как Луна Есть Луна Невидимая Луна Она По размеру Очень большая Даже Она Очень далеко Находится Но она Вот Луна Когда мы видим Она вот такая Примерно На небосводе А невидимая Луна Вот такая Вот Солнце Которое мы видим На небосводе Оно где-то такое Чуть больше Луны А невидимое Солнце Оно Чуть меньше Этого Солнца Но оно Находится Намного Дальше Поэтому По размерам Оно Бесконечно Больше Это тонкое Солнце Питает Все Звезды Энергией Огня Есть Звезды Миллиарды Раз Больше По размерам Нашего Солнца Во Вселенной И они Тоже Питаются Все От этого Солнца Основного И Луна Это Не вот это Не этот кусок Камня Который Летает Вокруг Земли Когда Солнце Попадает Наша Солнечная Энергия Попадает На этот Кусок Камня И на нас Лунный Свет Начинает Ити То Это Свет На самом деле Не Просто Это Не свет Солнца Это Свет Невидимой Луны И все Спутники Вокруг Всех Планет Они Отражают Свет Луны Невидимой И так Мы получаем Свет Луны Райской Планеты Которая Нам Дает Отдых И Любовь Понятно Это Вечером Происходит Поэтому Общаться С Родственниками Надо Вечером Под Свет Луны Когда Любовь Начинает Действовать Непонятно А Под Светом Солнца Надо Работать Потому Что Солнце Дает Человеку Энергию Трудан Я Молился За Него И Молитва Не Доходила До Него Она Останавливалась Я Спросил Ребят Говорю Братва Че Такое Как Б Че За Понты Почему Как Б Молитва Моя Не Доходит Чем Дело Они Говорят Ну Мужик Понимаешь Как Б Он Просто Не Хочет Так Жить Как Ты Ему Советуешь Поэтому Так Как Он Не Хочет И Справляться Поэтому Молитва Твоя Действует Но Она В Него Не Входит Понимаешь Мужик И Потащили Дальше Его Но Я Начал Дальше Молиться Потому Что Не Жалко Его И Когда Мы Приблизились То Он Увидел Ад И Я Увидел Ад Немножко Отличается От Наш Там Просто Жесть Вот И Он Когда Увидел Он Как Б Братва Говорит Что Такое Куда Вы Меня Тянете Вот Он Испугался И Моя Молитва Вошла В него И Они В процессе Остановились Постояли Немного А потом Его Опять Потянули Вниз Я Говорю Вы Чего Как В натуре Сколько Времени Молюсь Что Такое Они Говорят Ну Не Волнуйся Мы Его Оттуда Вытащим Просто Ему Надо Показать Ну Как Реалити Шоу Что Там Происходит Чтобы Ему Больше Не Хотелось Экскурсия То Говорит Разница В том Что У вас Как Бо Это Просто Экскурсия Смотрим А у Нас Это Действие То Есть Участие В процессах Мини Мини Как Так Сказать Опыт Небольшой Опыт И И Вот Он Получил Опыт Этот Небольшой Я Думаю Что Нам Хватит Достаточно Будет Даже Такого Небостового И Потом Дальше Он Ушел Оттуда Пошел В 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 Ну Все По Серьезному Понимаете Вот И У Души Есть Сознание И У Сознания Души Есть Три Энергии Первая Энергия Называется Энергия Вечности Все Хотят Жить Никто Не Хочет Умирать Энергия Вечность Так Действует На Сознание Что Мы Не Хотим Умирать Мы Хотим Жить Вторая Энергия Энергия Любви Все Хотят Любить Любви Никто Не Хочет Жить Без Любви И Третья Энергия Знания Три Энергии И Чтобы Эти Энергии Контролировать Существуют Три Центра Разума Разум Это Настройка Психическая Которая Душу Ведет К Само Сознание И Это Самая Главная Настройка Предназначенная Для Развития Личности Вот Допустим У Животных Эта Настройка Не Работает Она Не Включена И Поэтому Они Не Могут Себя Заставлять Они Подчинены Своим Желаниям Полностью Продолжение следует Продолжение следует